Приветствую вас. Я думаю, что очень многое зависит от того, чего вы хотите, и от того, какая у вас система ценностей. То есть если вы выступаете за, к примеру, такую некую открытость в отношениях, если вы выступаете за некую такую свободу в отношениях, то в таком случае, конечно, лучше мужчине сказать, да и вообще, знаете, о сексе лучше разговаривать. Чем больше, тем лучше. Вот. Именно разговаривать. Людей очень часто губит именно то, что они не говорят о сексе. Чем больше людей губит то, что они молчат, что они пытаются, значит, что-то сделать не так. Вот. Они пытаются как-то выглядеть по-другому. Они пытаются как-то быть не теми, кем они являются. Вот. И в итоге, скажет, ничего хорошего из этого не получается. Вот. Это первое. Если вы, в свою очередь, сторонник больше того, чтобы все происходило, к примеру, само собой, если вам так нравится больше, но в таком случае говорить, конечно, ничего не стоит, как и, как и, ну, пересиливать себя, наверное, не стоит так же, да, как и пытаться превозмогать себя, не стоит. Ну вот. Просто потому, что ничего хорошего из этого не выйдет. Просто потому, что ничего хорошего из этого не получится. Вот. И, соответственно, вы лишь только приобретете еще больше негатив своему опыту, который у вас есть сейчас. Вот. Вместе с тем я бы хотел отдельно отметить, что у вас есть, на мой взгляд, трудности и проблемы с неуверенностью в себе. Вот. Мне кажется, что такая проблема существует, что вы в себе не уверены, что вы в себе сомневаетесь. Вот. Я бы на самом деле выделил бы в качестве основных следующие вопросы. Какое для меня значение имеет мужчина текущий? Почему я выбрал мужчину, значительно старше меня? Насколько реакционным является мой выбор? То есть, выбираю ли я сравнение со своим предыдущим мужчиной, или я выбираю все-таки достаточно аутентичным своего партнера? Дальше. Почему я терпела неудовлетворительную личную жизнь со своим первым мужчиной? Почему я терпела? Да? Вот. На каких основаниях я выстраиваю отношения со своим текущим мужчиной? На каких основаниях я выстраиваю отношения? То есть, выстраиваю ли я отношения на духовных началах? И тогда одно. Выстраиваю ли я отношения больше на привлекательности, на образности? И тогда это другое. Вот на эти вопросы вам необходимо ответить себе для того, чтобы лучше понимать, как действовать вам дальше. Я думаю, что примерно такой ответ вам можно дать. Если вы действительно в себе не уверены и в себе сменеваетесь и чего-то боитесь, ну, например, вы боитесь, ему не понравится, например, вы боитесь, что у вас с ним что-то не получится или чего-либо еще, то в таком случае имеет смысл с этим поработать, с этим разобраться, что, дабы, дабы данная история не влияла бы на вас, дабы данная история не мешала бы вам двигаться по развитию отношений, так как это будет естественным образом развиваться, как это будет естественным образом сосредоточиваться и так далее. Вот. Я думаю, что такая примерно история здесь звучит. Очень важно, чтобы вы через своего мужчину не пытались решить свои проблемы. Очень важно, чтобы через своего любимого, да, вы не пытались решить свои личные, ну, свои личностные проблемы. Вот. Потому что в таком случае отношения будут складываться весьма и весьма негативно для вас и, в общем, ничего хорошего из этого не получится в принципе. Вот. А что касается значимости отношений, то это, на мой взгляд, тоже очень важный момент и тоже очень важный нюанс, а именно вопрос значимости отношений, то есть насколько эти отношения для вас значимы. Почему, например, вы так боитесь, что будет что-то не так? У вас это чисто сексуальная проблема, то есть проблема того, что вы, например, не хотите повторения опыта своего, ну, вот, не хотите именно повторения опыта сексуального, негативного? Или здесь какая-то другая проблема еще? Так или иначе, в зависимости от того, что именно вы чувствуете и что именно для вас актуально, в зависимости от этого, мощно будет уже вам помочь. Что касается самой формы вашего вопроса, то здесь, я думаю, вы немножко неверно его поставили, потому что вы хотите, чтобы мы вам просто дали совет, типа, говорить мужчине о том, что вы хотите, о том, что вы считаете нужным или нет. Но психологи не дают советов, вот, психологи помогают людям, в данном случае вам разобраться в себе, лучше понять, лучше понять себя, вот. И таким образом самостоятельно найти решение проблемы. Вот, если же мы вам будем давать советы, то ничего хорошего не будет, вы так и будете нуждаться в этих самых советах, советах, и не сможете самостоятельно принимать решение, что мне лично кажется крайне негативным последствием для вас. Поэтому подумайте, в чем конкретно вы сомневаетесь, подумайте конкретно, в чем вы себя обесцениваете, если обесцениваете и каковы ваши цели. Вот, потому что, если ваша цель быть сексуально опытной, например, если ваша цель такая, то это одно, это одно. И подходить к этому нужно, ну, определенным образом. Если ваша цель строить отношения на духовных основах, хоть другое, подходить к этому нужно тоже другим образом. Вместе с тем, очень важно понимать ваши собственные желания, да, в той же постели. То есть, не будет ничего хорошего, если вы в сексе будете думать, как вам лучше поступить и что вам лучше сделать. И сексуальное ваше поведение, оно также требует корректировки своей. Возможно, это выявление хотя бы каких-то самых общих границ вашего сексуального сценария. Самые такие, ну, очертания, скажем так, сексуального сценария, да. Вот. Выявление того, что вам нравится, выявление того, как вам, как вам нравится и так далее. Все это требует своей корректировки. Вот. Конечно, при условии, если вы захотите над всем этим работать, если вы захотите, ну, все это исследовать в себе. Вот. Этот процесс, он такой, достаточно увлекательный. Вот. И, опять же, если вы захотите, если вы захотите. Здесь все зависит от вас. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешит. Добро пожалении. Удачи. М Продолжение следует...